Приветствую вас друзья, вы опять на канале Suruager, но на ваших экранах опять новости про грядущую 17 альфу игры 7 days to die. Почему новостей не было больше недели? Наверное потому что их просто неоткуда было взять или их было слишком мало. На форуме сейчас вообще обсуждается что угодно, только не то что могло бы быть нам интересно. Тем не менее сейчас вроде поднакопилось немного новостей и слухов, а потому держите новый выпуск. Итак в этом выпуске про такое. Обзор скриншотов Джоэла, типы квестов в игре, управляемые двери, люки и мосты, создание транспорта и прочее. Поехали! Обзор скриншотов Джоэла. Вначале давайте пройдемся по скриншотам, которые за последнее время были опубликованы Джоэлом в твиттере. На первом скриншоте нам были продемонстрированы новые деревья, то есть одно из новых деревьев, которые появятся в 17 альфе, а именно дуб. По скриншоту сложно что-то сказать определенное, но мне кажется что ветки у новых деревьев уже будут иметь вполне себе полноценный 3д вид, вместо тех двухмерных веток что есть сейчас. То же самое планируют сделать и с травой, но на данном скриншоте траву очень сложно рассмотреть, потому непонятно меняли ее или нет. Если честно для меня не очень критично как будет выглядеть трава в 17 альфе. В этом плане для меня важнее, чтобы исправили те почки травы, которые как мне кажется выбешивают большинство игроков тем, что по ним нереально попасть с первого раза, а иногда и со второго и с третьего. Следующие несколько скриншотов посвящены обновленному освещению, которое со слов разработчиков стало еще приятнее после недавнего обновления движка до версии Unity 2018.2. Может и так, мне сложно судить. Для меня эти скриншоты представляют несколько иной интерес. Меня обычно интересуют детали, на которые разработчики стараются не обращать наше внимание. И на этих скриншотах тоже нашлось кое-что интересное. Во-первых, это конечно один из новых декоративных блоков, а именно бочки. То как они тут размещены говорит о том, что в игре их тут не будет, и Джел разместил их специально для того, чтобы сделать скриншоты. Подобный вывод можно сделать судя по подставкам, которые виднеются с обратной стороны бочек. По задумке они должны располагаться горизонтально, подставкой вниз, и Джоэл просто не заморачивался с их разворотом. Следующий момент, который привлек мое внимание, это секционные гаражные ворота. Вот тут их хорошо видно. В данный момент ворота тут представлены в открытом состоянии. Интересно, это будет статичный объект или эти ворота можно будет установить в своем гараже и использовать по назначению? Маловероятно конечно, но очень хотелось бы. Последняя мелочь, обнаруженная мной на этой серии скриншотов, значок на полоске выносливости. Теперь это не бегущий человечек как раньше. В данный момент тут уже изображен кроссовок. И последний скриншот, который опубликовал Джоэл, демонстрирует нам развалины, которые остались от хорошо всем нам известного охотничьего домика с каменными стенами. Из этой картинки можно сделать вывод, что зомби в 17 альфе уже не будут такими беспомощными, как сейчас, и не ограничатся тем, что просто проломят стену в парочке мест. В 17 альфе, как я уже рассказывал в прошлых выпусках, зомби будут стараться разрушить несущие опоры, если не смогут добраться до игрока. И это уже будет очень опасно. Но вы сами видите, что осталось от здания, первый этаж которого был каменным. Типы квестов. Так как в 17 альфе все еще не будут реализованы полноценные NPC, то и квестов будет пока что всего три типа. Это зачистка объектов от зомби, поиск предмета на локации, его доставка заказчику, и последнее это поиск тайника с ценностями на локации. В 18 альфе пока что планируется добавление всего лишь одного или двух типов квестов. Не особо богатый ассортимент, правда? Положительным в этой ситуации является то, что квесты можно будет легко модифицировать, и разработчики в этом плане будут смотреть, что смогут предложить моддеры. И самое лучшее из их наработок будет интегрировано в готовую игру. Мне кажется, что это хорошее решение, которое в будущем позволит разработчикам сконцентрироваться на более важных вещах, таких как исправление багов, оптимизация, добавление другого контента, что только приблизит релиз игры. Управляемые двери, люки и мосты. Один из разработчиков с ником Прайм признался, что в игре, кроме всего прочего, на данный момент запланирована реализация электрических управляемых дверей, люков и разводных мостов. Прайм рассказал, что он только недавно получил возможность для реализации описанного выше, и это может значить, что система электричества претерпела некоторые важные изменения. И в 17 альфе в этом плане нас вполне ждут кое-какие новинки. Что касается непосредственно дверей, люков и разводных мостов, то для их реализации у разработчиков осталось слишком мало времени, потому увидеть их в ванильной версии 17 альфы, скорее всего, не выйдет. Тем не менее, того, что уже будет реализовано к моменту выхода 17 альфы, должно быть достаточно для того, чтобы разработчики модов могли это использовать в своих разработках. Дистанционное управление мостами и дверьми это, конечно, круто, но мне в этом плане больше хотелось бы иметь возможность дистанционно подрывать динамит, а также включать и выключать генераторы. Особенно тут мне интересна возможность дистанционного управления генератором, так как его постоянное гудение иногда очень сильно напрягает. А так спрятал его где-то под землей, соединил с переключателем и не паришься. В этом случае, правда, остается проблема мониторинга количества оставшегося топлива, но учитывая его расход, даже при максимальной нагрузке, раз в день-два можно избегать проверить. Надеюсь, мудоры смогут смастерить подобный временный костыль, а там в 18 альфе уже от разработчиков нормальная реализация всего этого подъедет. Появится ли гирокоптер в 17 альфе? Как вы уже наверняка знаете, в окне спавна, кроме обычного наземного транспорта, также засветились гирокоптер, вертолет и даже дирижабль. По поводу вертолета и дирижабля пока вообще ничего не известно, а вот гирокоптер, со слов фаотала, уже готов примерно на 70%. Закончить работу над ним до выхода 17 альфы не получится, но в 18 альфе он уже точно будет. Это опять же со слов фаотала, так что в случае чего пинаете именно его, я тут ни при чем. Тем не менее, ситуация с гирокоптером очень похожа на ситуацию с дистанционным управлением дверьми и люками. Скорее всего гирокоптер, а возможно вертолет, так как они очень сильно похожи, можно будет разблокировать в xml файлах, добавить для них соответствующие рецепты и использовать на свой страх и риск. Не знаю как вы, а я обязательно попробую это сделать на одном из своих стримов. Создание транспорта В прошлых выпусках я предполагал, что в 17 альфе для создания транспорта нам нужно будет создавать специальную площадку, на которой и будет появляться созданный нами транспорт. Разработчики вроде пока не отказались от этой идеи, но реализовать ее для 17 альфы не успевают, потому транспорт в 17 альфе будет создаваться на обычном верстаке. Сначала на верстаке нам нужно будет создать отдельные детали и затем уже переместив эти детали в инвентарь, нужно будет опять зайти в верстак и там уже собрать транспорт. После того как транспорт будет готов, его можно будет переместить себе в инвентарь и впоследствии разместить на любой поверхности, как это мы сейчас делаем с шасси минибайка. Но в отличии от шасси, готовый транспорт после размещения уже нельзя будет обратно поместить в инвентарь. Тем не менее, мы сможем бесконечно долго носить джипы и мотоциклы в инвентаре и скорее всего даже сможем хранить их в сундуках. Я уже представляю себе такую картину, где у особо зажиточных игроков будут ящики, забитые джипами и мотоциклами. Теперь что касается консольной версии игры. Представитель студии Iron Galaxy, которая занимается разработкой и адаптацией игры 7D2D под консоли, сообщила на форуме о том, что после обновления движка до версии Unity 2017, команда разработчиков в данный момент занимается настройкой всех меню игры и других элементов управления. После того, как с меню будет покончено, разработчики займутся переносом основной однопользовательской игры на новую версию движка. Разработчики обещают в процессе обновления исправить самые частые ошибки и уже после этого постараются добавить в консольную версию игры некоторые новые функции из 15 и 16 версий для ПК. В данный момент консольной версии игры соответствует версии для ПК Альфа 14.6. Какие именно функции попадут в обновление консольной версии пока неизвестно, но по мнению одного из разработчиков, есть большая вероятность, что на консолях появятся обновленные зомби, возможность окрашивать блоки и возможно электричество. В то же время владельцам консолей не стоит в ближайшее время рассчитывать на появление в игре нового транспорта, новой системы бафов, нового искусственного интеллекта, бандитов или выживших. И связано это с сильно ограниченными возможностями консолей. Возможно уже после оптимизации релиза игры на ПК разработчики консольной версии смогут перенести еще больше функций с ПК на консоль, но это все под очень большим вопросом. Если честно, мне немного даже обидно за владельцев консольной версии игры. Насколько я понял, компания Telltale продала им аналог 14 Альфы 7 Days Today как готовый завершенный продукт, заявив, что все последующие обновления уже будут на усмотрение издателя, плюс ко всему консольная версия еще и стоит в несколько раз дороже. Единственное в чем владельцы консольной версии оказались в плюсе, так это в том, что им доступны готовые персонажи из серии игр The Walking Dead, такие как Ли, Мишон, Глен, Молли и другие. И то, пак с этими скинами нужно покупать отдельно. Весьма сомнительная выгода. В остальном получается так, что консольчики смотрят на версию для ПК и в то же время вынуждены играть в сильно урезанную ее версию на консолях, осознавая тот факт, что из-за ограничений консольной версии игры не скоро сможет сравняться с версией для ПК, а может и вообще никогда не сможет. Ну что ж, друзья, это все новости и слухи, что были у меня на данный момент. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вступайте в группы ВК и на Фейсбук. Делитесь этим видео с друзьями и мы обязательно увидимся в следующих видео или на стримах. Также, если интересно, подписывайтесь на второй канал Сурвагер Лайф, там я публикую записи стримов, которые прошли на основном канале. Все ссылки в описании под видео. Всем удачи, всем пока!